добрый день сегодня мы с вами научимся вязать красивую шапочку с использованием узора косы плетения данный головной убор рассчитан на объем головы 56 58 сантиметров и работу мы условно разделим на две части сначала мы выполним ровную часть шапочки и затем приступим к выполнению донышко для работы нам потребуется моточек пряжей спицей дополнительная спица и маркер для выполнения коз ножницы и иголочка для сборки приступаем к выполнению на спицы классическим способом набираем 102 петли 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и так набираем все 102 петли мы набрали все 102 петли и приступаем к выполнению первого ряда кромочную петлю в начале ряда мы снимаем не провязывая далее выполняем 2 изнаночные петли затем провязываем 3 лицевые затем 3 изнаночные и так мы чередуем 3 лицевые затем 3 изнаночные и снова 3 лицевые 3 изнаночные и так мы провязываем до конца ряда мы заканчиваем выполнение ряда осталось провязать 3 изнаночные петли и и в конце у нас остается две петли мы провязываем их лицевыми и кромочная выполняем 2 лицевых кромочную в конце ряда выполняем изнаночной петлей ряд мы закончили работу переворачиваем в изнаночном ряду будем вязать по рисунку то есть над изнаночными петлями изнаночные над лицевыми лицевыми снимаем кромочную и по рисунку сначала выполняем 2 изнаночные затем 3 лицевые теперь 3 изнаночные и 3 лицевые снова 3 изнаночные 3 лицевые и так мы вяжем до конца ряда довязываем с вами второй ряд выполняем по рисунку 3 изнаночные затем 2 лицевые кромочную в конце ряда провязываем изнаночной петлей 2 ряда мы выполнили теперь работу переворачиваем мы с вами выполнили два ряда резинки 3 на 3 то есть чередование 3 лицевых и 3 изнаночных петель сейчас третий ряд мы провязываем точно так же как 1 кромочную мы снимаем далее 3 изнаночные и затем чередование 3 лицевые 3 изнаночные и так мы будем с вами вязать до конца ряда и всего рядов резинки необходимо провязать 6 сейчас третий ряд останется провязать этот ряд 4 5 6 мы с вами провязали 6 рядов резинкой 3 на 3 то есть чередование 3 лицевые 3 изнаночные петли мы с вами выполняли и теперь в седьмом ряду нам необходимо распределить наши петли по узору кромочную петлю вначале мы снимаем и затем провязываем 5 изнаночных петель 1 2 3 4 5 затем выполняем 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 далее 8 изнаночных 1 2 3 4 5 5 6 7 8 затем 3 лицевых 1 2 3 затем 2 изнаночные 1 2 и снова 3 лицевых 1 2 3 затем 1 изнаночные 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 8 изнаночных 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 3 лицевых 1 2 3 затем 2 изнаночных 1 2 3 3 затем 2 изнаночных 1 изнаночных 1 2 3 4 5 6 7 8 изнаночных Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Затем выполняем три лицевых, раз, два, три, две изнаночных, раз, два, и снова три лицевых, раз, два, три. Затем одна изнаночная, шесть лицевых, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Затем восемь изнаночных, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Затем три лицевые, раз, два, три, две изнаночные, снова три лицевые, раз, два, три. И у нас должно остаться всего пять петель, четыре из них мы провяжем изнаночными и кромочная. Провязываем четыре изнаночных, раз, два, три, четыре. Кромочную в конце ряда мы провязываем изнаночной петлей. Мы с вами выполнили распределение петель. При этом мы провязали кромочные петли, четыре петли в начале и конце ряда для симметрии узора и четыре рапорта по 23 петли нашего узора. Сейчас работу мы переворачиваем. И все изнаночные ряды в нашем изделии будут вязаться как смотрят петли. То есть над лицевыми мы будем вязать лицевые, над изнаночными, изнаночные. Кромочную петлю мы снимаем и провязываем по рисунку лицевые петли. Затем у нас изнаночные. Затем две лицевые и три изнаночные. Далее у нас снова лицевые петли. Дальше идут изнаночные. То есть и так мы вяжем до конца ряда, так как смотрят петли. Мы довязываем изнаночный ряд до конца. Осталось провязать две лицевые. Кромочную в конце ряда выполняем изнаночные петли. Ряд мы закончили. Работу переворачиваем. Кромочную петлю в начале следующего ряда снимаем, как обычно, не провязываем. И сначала выполняем четыре изнаночные петли. Это петли полотна. В рапорт они не входят. Затем одна изнаночная петля. Это первая петля рапорта. И сейчас у нас шесть лицевых петель. И мы будем выполнять перекрещивание. То есть выполнять косичку из шести лицевых. Для этого будем использовать дополнительную спицу. Первые три лицевых петли мы должны снять на дополнительную спицу. И оставить их перед работой. Вот таким образом. Затем следующие три петли необходимо провязать лицевыми. Провязываем первая, вторая и третья. Затем возвращаем наши снятые петли. И их тоже провязываем лицевыми. Первая, вторая и третья. Перекрещивание шести петель мы выполнили. Далее продолжаем вязать наш рапорт. И выполняем восемь изнаночных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Далее три лицевые. Две изнаночные. И три лицевые. Мы провязали петли первого рапорта. Вот наш рапорт. От изнаночной до трех лицевых петель. Приступаем к выполнению второго рапорта. Провязываем одну изнаночную петлю. И дальше у нас снова шесть лицевых, которые точно так же, как и в начале следующего рапорта, мы будем перекрещивать. Также используем дополнительную спицу. Снимаем три петли перед работой. Следующие три провязываем лицевыми. Одеваем снятые петли на левую спицу. И их тоже провязываем лицевыми. Выполнили перекрещивание. Далее восемь изнаночных. Затем три лицевых. Две изнаночных. И заканчиваем второй рапорт. Провязываем три лицевых петли. Два рапорта выполнили. Выполняем третий. Одна изнаночная. Затем снова перекрещивание из шести петель. Сняли на дополнительную спицу три петли перед работой. Затем провязываем следующие три петли лицевыми. И возвращаем снятые петли на левую спицу. И их также провязываем лицевыми. Затем по узору восемь изнаночных. Три лицевых. Две изнаночных. И три лицевых. Нам осталось точно так же выполнить еще один рапорт узора. Выполняем. Я провязала четвертый рапорт нашего узора. И давайте еще раз повторим наши действия. Сначала одна изнаночная петля. Затем шесть лицевых перекрещенных. Восемь изнаночных. Затем три лицевых. Две изнаночных. И три лицевых петли. Ряд мы заканчиваем четырьмя изнаночными петлями. Провязываем. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Кромочную в конце ряда выполняем изнаночной петлей. Ряд мы провязали. Работу переворачиваем. Я ранее уже говорила, что все изнаночные ряды будут вязаться так, как смотрят петли. Над лицевыми мы вяжем лицевые. А над изнаночными изнаночные. Над лицевыми лицевые. Над изнаночными изнаночные. И так мы выполняем до конца ряда. Довязываем изнаночный ряд. Две лицевые. И кромочную в конце выполняем изнаночные. Работу переворачиваем. В лицевом ряду будем вязать следующим образом. Кромочную петлю снимаем. И далее провязываем 4 изнаночные петли. Затем первую изнаночную петлю нашего рапорта мы должны снять на дополнительную спицу. Или я буду использовать для одной петли вот такой маркер. И оставляем ее за работой. Сейчас необходимо провязать следующие 3 петли лицевыми. Первая, вторая и третья. Затем снятую петлю одеваем на левую спицу. И ее провязываем изнаночной. Мы выполнили перекрещивание из 4 петель. Из них 3 лицевые, 1 изнаночная. Далее. Следующие 3 лицевые петли нам необходимо снять на дополнительную спицу. И оставить их перед работой. Сняли. Следующую петлю мы провязываем изнаночной. Провязали. Затем снятые петли одеваем. Возвращаем на левую спицу. И провязываем 3 лицевых. Мы выполнили еще одно перекрещивание из 4 петель. Но в другую сторону. Изнаночная и 3 лицевых. Далее провязываем 8 изнаночных петель. Я прошу прощения, 7 изнаночных. 1 изнаночная у нас переместилась. 7 изнаночных петель. Далее 3 лицевых. 2 изнаночных. И снова 3 лицевых. Первый рапорт мы выполнили. Далее повторяем точно так же. Первую изнаночную петлю рапорта нам необходимо снять и оставить за работой. Мы сняли эту петлю. И вот она у нас за работой осталась. Затем 3 петли провязываем лицевыми. И теперь снятую петлю одеваем на левую спицу. И ее провязываем изнаночной. Вот мы выполнили еще одно перекрещивание из 4 петель. Следующие 3 петли лицевые мы должны снять на дополнительную спицу и оставить их перед работой. Следующую петлю провязать изнаночной. И затем вернуть снятые петли на левую спицу. Провязать их теперь нужно лицевыми. Мы выполнили еще одно перекрещивание из 4 петель. Из них 1 изнаночная и 3 лицевые. Далее провязываем 7 изнаночных петель. Затем 3 лицевых. 2 изнаночных. И 3 лицевых. Мы закончили второй раппорт. Давайте повторим наши действия еще дважды. И провязываем 3 раппорт. Первую изнаночную петлю раппорта точно так же мы снимаем и оставляем за работой. Следующие 3 петли мы провязываем лицевыми. Затем снятую петлю надеваем на левую спицу и ее провязываем изнаночной. Перекрещивание выполнили. Следующие 3 петли снимаем на дополнительную спицу перед работой. Затем провязываем 1 изнаночную петлю. И одеваем снятые петли на левую спицу. И провязываем их лицевыми. Выполнили еще одно перекрещивание. Затем 7 изнаночных. 3 лицевых. 2 изнаночных. 3 лицевых. Третий раппорт мы связали. Точно так же выполняем 4 раппорт нашего узора. Я провязала последний 4 раппорт. И нам осталось закончить ряд, провязав 4 изнаночные петли. И выполнить кромочную петлю также изнаночной. Ряд мы закончили. Работу переворачиваем. Кромочную снимаем и вяжем как и ранее. Над лицевыми петлями лицевыми, а над изнаночными изнаночными. И так продолжаем вязать до конца ряда. Мы заканчиваем изнаночный ряд. Давайте посмотрим, как по изнанке вяжутся наши перекрещенные петли. Вот те 4 петли, которые мы перекрещивали. Сначала мы провязываем 3 изнаночных. И вот 1 лицевая. И снова перекрещенные. Здесь сначала 1 лицевая, а затем 3 изнаночных петли. И с изнаночной стороны наше перекрещивание выглядит вот так. Видно наши петелочки, которые мы перенестили. И заканчиваем ряд. Выполняем 4 лицевых петли. И в конце ряда провязываем кромочную изнаночной. Работу переворачиваем. И этот лицевой ряд мы будем вязать так, как смотрят петли. То есть над изнаночными и изнаночными, над лицевыми и лицевыми. Выполняем сначала 4 изнаночные. Затем 3 лицевые. 2 изнаночные. 3 лицевые. Затем 7 изнаночных. 3 лицевые. 2 изнаночные. И 3 лицевые. 1 работ мы с вами провязали. Точно так же выполняем до конца ряда. Я довязала петли 4 раппорта. И осталось выполнить 4 изнаночные петли нашего полотна. И кромочную провязать изнаночной петлей. Работу мы переворачиваем. И провязываем изнаночный ряд. Кромочную снимаем. Сначала у нас идут лицевые петли. Затем изнаночные. 2 лицевых. 3 изнаночных. И так далее до конца ряда. Заканчиваем изнаночный ряд. Довязываем последние 4 лицевые петли. И кромочную в конце, как обычно, выполняем изнаночной петлей. Работу мы переворачиваем. И давайте посмотрим, уже прорисовывается наш рисунок. Вот наш первый рапорт. Видно перекрещивание, которое выполняли мы на петлях в начале рапорта. Сейчас мы будем выполнять перекрещивание уже на этих петлях. Приступаем к выполнению следующего ряда. Кромочную петлю снимаем. Затем провязываем 4 изнаночные. Далее выполняем 3 лицевые. 2 изнаночные. И 3 лицевые. Затем провязываем 7 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И сейчас мы с вами будем снова выполнять перекрещивание. Для этого следующие 3 лицевые петли мы должны будем с вами снять на дополнительную спицу и оставить перед работой. Следующую петлю мы должны провязать изнаночной. Провязали. Далее возвращаем наши снятые петли и провязываем их лицевыми. Мы только что выполнили перекрещивание из 4 петель. 3 лицевые и 1 изнаночная. Следующую петлю необходимо снять на дополнительную спицу. Это изнаночная наша петля. И оставить за работой. Вот она у нас за работой. Затем провязать лицевыми следующие 3 петли. 1, 2, 3. И теперь снятую петлю одеть на левую спицу. И провязать ее изнаночной. Мы с вами выполнили первый раппорт. И в конце раппорта выполнили 2 перекрещивания из 4 петель. Далее провязываем петли 2 раппорта. Сначала 3 лицевые. Затем 2 изнаночные. И 3 лицевые. Затем 7 изнаночных. Снова мы будем выполнять перекрещивание. Следующие 3 петли необходимо снять на дополнительную спицу и оставить перед работой. Таким образом. Далее провязать 1 изнаночную. И вернуть на левую спицу снятые петли. Провязать их лицевыми. 1, 2, 3. Следующая петля по рисунку изнаночная. Ее снимаем на дополнительную спицу. И оставляем за работой. Оставили ее за работой. Затем провязываем 3 лицевые петли. И теперь снятую петлю мы одеваем на левую спицу. И провязываем ее изнаночной петлей. Мы закончили второй рапорт. И в конце рапорта выполнили 2 перекрещивания из 4 петель. И провязываем теперь третий рапорт. 3 лицевые, 2 изнаночные и 3 лицевые. Затем 7 изнаночных петель. И снова перекрещивание. Следующие 3 петли снимаем и оставляем перед работой. Затем провязываем 1 изнаночную петлю. И снятые петли переносим снова на левую спицу. И провязываем их лицевыми. В следующую изнаночную петлю, как и ранее, мы снимаем на дополнительную спицу. И оставляем за работой. И затем провязываем 3 лицевые петли. И снятую петлю мы одеваем на левую спицу. И провязываем ее изнаночной. Мы выполнили еще одно перекрещивание. И закончили выполнение третьего рапорта. Четвертый рапорт вяжем точно так же. В следующей части мы с вами продолжим работу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...